Еще одна колония в Свердловской области, в Ивдель, в поселке Ивдель, была сегодня торжественно сожжена. Да, это предвосхитило мой следующий вопрос. Я, так сказать, по нарастающей шел. Ну, хорошо, значит, давай поговорим сразу о всех. Некоторые просто закрыли, а иные не сожгли вообще. И посмотри, пожалуйста, на события сегодняшней недели. Если погугли в СИН аресты, то эта неделя была ударной. Арестовывали всех везде. В Перми, в Пензе, в Калуге. Всех сотрудников СИН, всех прям арестовали, всех подряд. Очень-очень много за вымогательство, за превышение. Да, в Перми было эпично. Там даже видео было, как его на какой-то коллегии взяли, начальника колонии. Это все звенья абсолютно одной цепи. И ягодкой просто сожжена вишенка на торте выступление Аркадия Гостева, главы СИН по поводу того, что не хватает в СИН сотрудников. Вообще в этой системе Пензар не хватает сотрудников на 20%. И он сказал вообще страшное. Я, честно говоря, за него теперь волнуюсь. Что эту проблему придется решать, повышать оклады. Я напомню без Аркадия Гостева, что последнее повышение окладов было резкое. В октябре прошлого года сотрудников СИН. Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию в Российской Федерации. Это его цитата. Что я хотел этим сказать, я не знаю. Это его сегодняшний пресс-релиз официальный. Так вот, принимая во внимание тяжелую ситуацию в Российской Федерации, значит так, смотри, довольно много зон, колоний, колоний, в принципе, в 1922-1923 годах отошли в виде Министерства обороны. Их просто забрали. В Мордовии забрали, на Урале забрали, в Центральной России забрали. Там сидят украинские военнопленные. А по Женевским конвенциям, там, где сидят военнопленные, вот это место отводится в видении Министерства обороны. Это раз. Потом, два. Не будем забывать, что у нас есть еще так называемые цивильные заручники. Нет перевода на русский язык точного. Гражданские похищенные украинцы. Их 7 тысяч человек. 7 тысяч. У нас есть фамилия на сегодняшний день 1600. Они где? Они в СИЗО. Вот эти крылья, эти части СИЗО или сами СИЗО, в общем, сидят они неофициально. То есть по всем, если ты будешь обращаться в военную прокуратуру, там, я не знаю, в ФСБ, к ментам, тебе скажут, что не-не-не-не-не-не-не-не-не-не, ничего подобного. А потом выясняется, что они есть при обмене. Они сидят в СИЗО. И вот эти крылья из СИЗО, где сидят цивильные заручники украинские, они тоже охраняются ФСБ и Министерством обороны, и оттуда военной полиции. И оттуда убирают всех ФСИНовцев. И мы знаем все подробности, потому что обмен это происходит. Так, иначе гражданские попадают в обмены. И, в общем, 1600 человек, это мы знаем пофамильно, в том числе в результате обменов. То есть империя ФСИН сокращается довольно серьезно в результате войны. Плюс ко всему, на войну ушло почти 200 тысяч. Почти 200 тысяч. Почти половина, больше трети от заключенных, которые сидели на момент 24 февраля 1922 года. 200 тысяч заключенных ушли? Почти 200. Значит, ушло 50 тысяч с Пригожиным. И, значит, с 1 февраля 1923 года берет Министерство обороны. Сколько они взяли, это военная тайна. Они сейчас не сообщают вообще никак. Но если учесть, что они берут из каждой зоны, включая женские часто, не все, женские меньше, 30-40 человек ежемесячно из каждой зоны. И плюс они сразу же брали из СИЗО, а это вообще не учтенка. То вот и считаете. В общем, если на Кинтепе будут забирать, то у нас никого не останется в принципе, кроме беременных женщин, политических и коллег, кого уже не берут на войну. Политических не берут. Зоны пустеют, конечно. Зоны пустеют. Мне еще понравилось замечание омбудсмена Красноярского, который сказал, что зачем же мы закрываем зоны, да что ж такое. Ведь они же скоро пригодятся. Ну зачем? Молодец, молодец. Молодец. Но с другой стороны, слушай, это какое-то прямо напоминает некоторое безотходное производство. Потому что сначала взяли заключенных на войну. Потом посадили в Синовцев, они стали заключенными. И их взяли на войну. А потом все кончились и зоны закрыли. Но на самом деле, конечно, наверное, так не выглядит. Это именно так. Это вот именно бинго. Это бинго. Почему сажают в Синовцев? Потому что это решение проблемы Пригожина. Это же огромная проблема. Пригожин командовал заключенным. Он умел это делать. У него опыт. И надо сказать, что и люди, которые были вокруг него, тот же самый Лотус, его фамилия Елизаров, почему-то запомнила. Это он на него оставил завещание, что он должен был командовать Вагнером. Это бывший офицер, тоже прошедший тюрьму, каторгу и все на свете. Они умели. Они понимали. А дальше, когда началось Министерство обороны, командовать вот этим вот контингентом, ну как? А как? А как? Это взрослые мужики. Клово мужики здесь неподходящее, потому что это сразу каста. Это взрослые люди мужского пола, которые прошли, может быть, ни одну, ни две ходки. Это вообще серьезные люди. Им так 40-45. И вот перед ним выстраивается летеха из училища и говорит, рота равнее смирно. Ну и что? Ну, естественно. Поэтому ямы, сразу появились ямы с весны прошлого года вдоль всего фронта. Ямы, куда, собственно, отправляют зэки и друг друга, и начальство их отправляет, и так далее. Такие вот тюрьмы. Потому что они не умеют ими командовать. Вот при дяде Жене Пригоржне такого не было. А что делать? Набирать людей, которые умеют командовать заключенными. То есть всиновцев. Всиновцы не дураки. Они едут в оккупированные территории. Там бюджет. Там бюджет на строительство 38 тюрем за 2024 год. Там море удовольствия. Там надо ловить. И они уже пытают, принимают разнообразных партизан, разных сопротивлянтов. И очень так с ними обходятся. Понятно. И мы тут сейчас везде расхлебываем последствия вот этого замечательного общения всиновцев с украинцами на оккупированных территориях. Но и хорошо. Всиновцы, кто поумнее, они устраиваются на оккупированных территориях. А кто будет командовать зэками? Вот хорошо, сажаем синовцев. И они понимают прекрасно, что им не надо оставаться в тюрьме. Надо подписывать контракт и ехать на войну. Ехать на войну. А там в зэке. Да господи. Все как дома. Все понятно, все знакомо. Все всех устраивает. На самом деле, это такая вот интересная и замечательная позиция. Ну и, конечно, конечно, в Синовце с большим удовольствием подписывают контракты. Потому что, несмотря на повышение действительно резко окладов Сина в октябре прошлого года, все равно им очень далеко плыть до объявленных 250 тысяч Министерством обороны. Прям очень далеко. А зачем спалили тюрьму? Ну, зону в смысле. Саш, ты как нерусский. Масленица же. Я думал, ты скажешь, ты как нерусский. Как обычно, все собрали и сожгли. Нет, у тебя же вот блин на груди, да, шикарный меш. Ну, что ж ты? Ну, а как масленицу отмещать? Ну, что ты? Ей-богу. Обидно. Ну, правда? Ну, непривычно, что жгут колонии. Причем сам в СИМ. Да? Нет, у меня других нет, объясни. Масленица. Окей, а еще ты сказал, что политических не берут. А мы знаем, что вот Олегу Орлову предложили пойти на СВО. Это что, ошибка системы или новая тенденция? Нет, пока это ошибка системы. У нас есть таких несколько ошибок системы. Наверное, самая известная ошибка системы – это Александр, если я не ошибаюсь, Ковтун. Приморский партизан. Человек, который дважды был оправдан судом присяжных. Все равно его приговорили к огромному сроку. И он подписал контракт тогда еще с ЧВК «Вагнер». Он уехал и моментально был убит. И, судя по описанию, потому что мы знаем, при попытке сдаться в плен. То есть он сразу не собирался никого убивать. Но и пригожницы это понимали. Политический, убежденный, украинец, этнический, да, он уйдет. И они просто ждали, когда он соберется это сделать. Судя по всему, судя по тому, что мы знаем о его смерти. Я знаю еще якобы несколько политических из большого ингушского дела. Были на войне. И, скорее всего, остались там. Ингушское дело – это когда осудили и старейшин, очень многих. Когда была история вокруг урегулирования так называемой ингушско-членской границы. Вроде бы оттуда. Но это, как сказать, политический, конечно, но несколько другой такой национальный контекст. И, наверное, посчитали, что типа такое можно. Но вообще статьи эти прописаны в законе. То есть Илья Яшин на войну не попадет никак. Даже если просто, вот даже если... Не может такого быть. Даже если запишут заявление, что вот хочу. Не попадет. Статья не позволяет. Но они все тоже понимают. Вот попади, Илья Яшин на фронт. Но он же всех распропагандирует. Он всех распропагандирует. Он яркий, талантливый, убедительный. Ну, конечно. И власть это понимает. И они сразу их отсекли. Илья Яшин на фронт.